Основные изменения вносятся в порядок проведения конкурса. Антон Владимирович уже подчеркнул, что это связано в связи с изменением федерального законодательства и судебной практики. Антон Владимирович, вот сейчас в федеральном законодательстве предусмотрено или требование к стажу и наличию высшего образования кандидата на должность главы района? Требование кандидата регламентировать статью 36-131 федерального закона. В частности, там мы празднуем, что гражданин, который претендует на должность главы, не должен иметь ограничение пассивного избирательного права, установленного для кандидатов в органы местного самоуправления в 67-й федеральный закон об общих принципах основных гарантиях избирательных прав устанавливать такие ограничения, как наличие, отсутствие судимости, отсутствие административной ответственности за расизм, экстремизм, отсутствие решения суда, обрешение права занимать муниципальные должности. На этом все. Соответственно, генеративные требования к наличию стажа работы либо образования в данном законе отсутствуют. Единственное, что есть в упоминании о том, что условия конкурса может быть предусмотрена предпочтительные требования к предпочтительному образованию и стажу работы. То есть, обращаю внимание, что там слово предпочтительное. То есть, не обязательно, из чего делаем вывод, чтобы любой гражданин, даже не имеющий образование, имеет право заявиться на конкурс. Тем не менее, в личных документах мы оставляем право кандидатов представить документы по образованию, документы по стаже работы, для того, чтобы в опросе на комиссии могла оценить наличие теоретических и практических наук. Но это не является основанием для негатива учения конкурса кандидата. Продолжение следует...